В Тверской области зафиксирован рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции. На 5 октября подтверждено 68 случаев инфицирования. А с весны этого года COVID-19 переболели 6,5 тысяч жителей региона. Об эпидемиологической обстановке в Тверской области и как избежать инфицирования в сюжете прямо сейчас. В Парке Победы наша съемочная группа застала компанию пожилых людей за беседами о насущном. Как признались граждане, собираются они не часто, пару раз в месяц и обязательно на свежем воздухе. Но меры предосторожности не забывают, стараются встречаться одним и тем же составом и меньше видеться с молодежью. Мы стараемся не встречаться с теми, кто носит заразу на себе, а сами себя защищаем масками, когда входим в общественные места, вот маска, вот она, одеваем на нос. Безусловно, риски заразиться на улице меньше, но собираясь большой компанией на одной скамейке не стоит все же забывать о маске или же дистанцироваться друг от друга на безопасное расстояние. Особенно эта мера касается людей старшего возраста. Вот они, видите, стоят подальше. Мы здесь поближе стоим. У всех маски в случае чего. И чувствуем, если на связи есть, там человек приболел немножко, все, сиди дома, не ходи никуда. Вот так. Данной категории граждан лучше воздержаться от посещений торговых центров, магазинов и мероприятий. Одно из мер защиты от новой коронавирусной инфекции – это ограничить посещение мест массового скопления людей. Молодые мамы делятся опытом, либо гуляют с колясками на расстоянии, либо вовсе в одиночку. Дома сижу, маски нашу в магазины. Какие-то меры нужно предпринимать, индивидуальные защиты. Элементарно хотя бы руки мыть. В последние недели количество инфицированных COVID-19 значительно выросло. Если еще в июне-июле среднее число подтвержденных случаев за сутки варьировалось от 20 до 30, то на сегодняшний день их больше 60. Из случаев из-за рубежа 21 случай. Регистрируются и привозные случаи, так и случаи внутри региона. В первую очередь это связано с тем, что население, к сожалению, не соблюдает. То есть потеряли бдительность меры предосторожности. Мы это наблюдаем. В частности, в общественном транспорте, когда видим, как в прямом и переносном смысле люди друг на друга чихают, то есть не соблюдают масочный режим. Необязательность граждан также портит статистику. Несмотря на неутешительные цифры, некоторые жители Твери пренебрегают мерами индивидуальной защиты, подвергая риску не только себя, но и своих родных и знакомых. Некоторые и вовсе не верят в его существование. Никак не защищаюсь. А почему? Ну, как бы, не знаю. Я не верю, может быть, в это. У меня никто из знакомых никогда этим не болел. Медики отмечают, что новый вирус еще не до конца изучен. И действовать он может непредсказуемо. Он опасен не только для категории 60+, но и, в частности, и для молодых людей с индивидуальными особенностями иммунисета. Особое внимание защите нужно уделять людям с хроническими заболеваниями, как то сахарный диабет, почечная недостаточность и рядом других. Для них шопинг может закончиться долгим и трудным лечением. В большей степени эффективными являются меры не специфической профилактики, а именно использование индивидуальной медицинской маски, защитной, соблюдение правил личной гигиены, обработка рук, особенно в условиях массового скопления людей, при посещении магазинов, торговых центров, в общественном транспорте. Нужно помнить и соблюдать эти простые правила профилактики. Тем не менее, выйдя на улицы города, мы заметили, что граждан старшего возраста в масках гораздо больше, чем молодежи. Гости региона и вовсе удивляются, почему тверичане так расслабились. Я вообще из Москвы приехала, поэтому очень дисциплинирована в этом плане. Смотрю, здесь в Твери как-то не очень соблюдают масочный режим. Расслабляться точно не время. На сегодняшний день в Тверской области зарегистрировано 6653 случая коронавирусной инфекции. Под наблюдением медиков находится 1799 зараженных. На сегодняшний день безопасность человека не стоит на трех китах. Чистые руки, маска и социальная дистанция. Маску нужно менять каждые два часа. А на улице, где нет массового скопления людей, она и вовсе ни к чему.